В минувшее воскресенье стартовал традиционный районный турнир по футболу, посвященный 72-летию победы в Великой Отечественной войне. Команды города и сельских поселений встретились на поле, чтобы побороться за Кубок Героя Советского Союза Ивана Житкова. О том, как начался турнир, расскажем в рубрике «Новости спорта». На поле стадиона Олимпийский в прошедшее воскресенье встретились 8 команд. В первых играх турнира решалось, кто будет сражаться в одной четвертой финала. В этом году в традиционном турнире на Кубок Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Житкова, посвященного 72-летию победы в Великой Отечественной войне, встретились 12 команд. Игроки энергично вступили в футбольные поединки и с большим спортивным азартом боролись за лидерство в соревнованиях. По итогам матчей первого дня команды «Школьная» и «Кубанти» сыграли со счетом 6-3 в пользу «Школьницы», в котором теперь предстоит встреча с «Динамо». «Союз» и «Пшиха» закончили основное время игры со счетом 2-2, но после серии пенальти победу одержала «Пшиха», набрав еще одно очко. В четвертьфинале «Пшихе» предстоит бой с командой «Великая». Команда «Технолог» одержала победу над командой «Рязанская» с разгромным счетом 6-1 и встретится с «Мебельградом». А игроки команды «Бизнес и право» уступили победу «Южному» со счетом 0-3. Теперь «Южненцам» предстоит встреча с «Еврахимом». Четвертьфинала пройдет 30 апреля на этом же стадионе в 10 часов. Ее победители встретятся в то же время на том же месте еще через неделю, 7 апреля в полуфинале. Финал же пройдет на стадионе «Олимпийский» в 11 часов в день победы. Илья Никитенко, Новости спорта.